добрый день дорогие подписчики зрители канала отчет чем ухожу в зиму 23 года 23 на 24 отчет постройки дома в этом году уложил потолочные балки центральную стену по весне сделал добавил два ряда газоблока и армопояс по периметру монолитный эти работы производил чужими руками у самого уже сил не хватало получается наверх было уложено еще 200 блоков примерно на плюс-минус пару штук стоннаж такой порядочный еще 8 то надо было поднять уже один я это не осиливал решил нанять строительную бригаду вот поэтому по этой теме хочу и рассказать про строительные бригады нанимал местных ребят давно знаю бригадира по профессиональным его качеством на словах вопросов нету но столкнулся с тем что не стоит нанимать людей которых ты знаешь лично строительную бригаду если бы это люди со стороны были был бы разговор все же иначе на словах все хорошо на деле не очень реально не очень я еще удивляюсь как они я понял почему вообще многие строительные бригады берут дом под ключ потому что косяки ты не уже никогда не увидишь первое что вот когда все пришли на на словах очень много сказано было но на деле на деле самые первые для меня был такой легкий шок когда я подошел к стенке то есть был попал положен ряд я так смотрю снизу и сквозь вертикальный шов вижу небо я думал бы не показалось я наверх поднялся и потом блин уже до меня короче разозлился только сильней по итогу как работают вообще строители я не буду говорить за всех потому что в конце второй части видео я расскажу про еще одну строительную бригаду то есть люди работают быстро стенки в ровные все в уровень как бы вот хоть это хорошо но весь смысл газа блока напрочь исчезает вот его 4 сотки толщины потому что толщина зазора вертикального шва сантиметр в 9 10 миллиметров шов у них вертикальный который естественным образом получается что вот газоблок вот вертикальный вот горизонтальный намазывают раствор он в этой части соединения скапливается шатковалка блок прикладывают шлеп пристыковывают и вот это бугорок он даже не дает он уже подстывший он не дает пристыковать блоку то есть а в брали они получается была договоренность 20 долларов за куб газобетона на моем случае это 4 сотка это 16 блоков вот когда как только я это все безобразие увидел и хотел снять бригаду потом порешил просто поговорить приехали на следующий день когда я объяснил суть своих претензий сразу цена стала 35 долларов то есть не 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 так как ты ложишь 35 долларов короче супруга мне уговорила ну я так логически подумал что вот эти два последних моих ряда они находятся в холодном чердаке и уже именно вертикальная продуваемость если она и будет присутствовать она будет уже не важно потому что чердак холодный второго этажа не будет и там и так будет прохладно ну что на улице что под крышей только лишь поэтому я согласился чтоб они дальше мне закончили работать и еще по второму потому что я уже настроился я уже настроился заниматься с другим делом там мастерскую строил и уже не хотел я сбивать уже как вы тем более знакомые не хотелось как бы вот уже конфликтовать все вот эти моменты но но вот так вот я сразу вспомнил когда квартиру получил у меня через окна была продуваемость очень сильная то есть очень пластиковые окна а дуло блин пир пирометром замерял на подоконнике было на улице минус 12 и помещение на именно на подоконнике тоже минус 12 когда перепаковывал окна те же самые швы я потом и увидел точнее сначала я перепакал окна потом решил строить дом когда строит потребительское жилье такое же качество стройки дом вроде газоблочной как мы как у меня квартира те же швы по сантиметру когда я каменщику этому ну пояснил говорю ты постарайся делать так 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 он а ну да хорошо ну короче один хрен работали они как хотели но смысле все делали ровно но но вот эти вертикальные швы то есть вертикальная продуваемость будет если бы эти люди строили дом с нуля он бы потреблял огромное количество теплоэнергии куча дров либо там чем вы там собираетесь отапливаться у меня швы вертикальные были если где геометрия газоблока позволяла но миллиметр-полтора каменщик еще удивился что а как я так умудряюсь такие тонкие швы делать но я объяснил что вот здесь убираешь шпателем максимально все выбираешь делаешь только гребеночку все это было промываешь заранее сухой газоблок водой обливаешь но даже вот когда я рассказал как я делаю как я строил весь дом сразу тогда они при таких вот нагрузках типа добавочных обеспыливание обеспыливание обязательно промо сначала обеспылил щеткой обычной щеткой как-то спрашивали какое щетка обеспылил до обычный что машины чистят от снега обеспылил облил водой нанес раствор и сразу в газоблок потому что раствор сразу начинают клей сохнуть клей сразу начинает сохнуть и там секунды там реально секунды вот газоблок начинает сразу воду забирать из клея и он начинает твердеть и у тебя несколько секунд чтобы пристыковать газоблок его нельзя как кирпич допустим оставить на пару минут когда кирпичный раствор уложится я не знаю кирпичный раствор не ложил но я думаю что до раствор достаточно долго может спокойно лежать и не засыхать потому что газоблоки она на раствор на первый ряд ложил там в запас времени в огромность в строительстве газоблочном это все надо очень быстро делать не задумываться блин не репу чесать и там и прочее там трепаться как только ты клей нанес расправил гребеночка его разгладил сразу блок должен рядом стоять не подавать его кто-то он уже должен рядом стоять а эти ну так и так работали только что вот я забил на это потому что это и холодный чердак по одной простой причине и уже не хотелось самому этим заниматься второй момент работали ровно хотя бы ровно но поломали все что возможно и пилу мою сломали и ведра по замораживали как это короче с раствором покидали попрятали и и потом даже приходит один раз пришлось снимать бригаду наш роли земли на стройке да я уже думаю сейчас за свалится оттуда блин потом отвечает летащие тело это за канал сказать что в немое по засирали то есть когда ты работаешь сам ты стараешься чистенько все ты за собой убираешься все чтобы не валялось все каждый раз эти не вот это конкретно строители которые работают ну так на те вот они да они берут как они вот мне давно они предлагали помощь бригадир давай лёха мы тебя достроим тут 20 дней тебе все дом будет стоять там или до мили месяц но то есть они берут дом под ключ стены крыша и все это сразу вот когда я начал в претензию ставить ну так это после этого то есть они просто начали замазывать швы вертикальные ну как бы вот все не дует берут дом под ключ целиком его делают строят швы замазывают тут же утеплитель накидывают там были еще что-то все и ты ничего не видишь этого и изнутри тоже подмажут и ты не знаешь как и какой у тебя там можете там в палец толщиной это самое швы между газоблоком и потом о чем какой-то газоблок холодный или еще что холодно это ничего не холодная строить по-человечески просто нам работали 8 дней вот за 8 дней они мне положили два ряда газоблока и подняли потолочные балки была договоренность как бы я ну еще я не был так отрицательно настроен думаю ну ладно сделали там за по засрали все блин все покидали и у и ушли заплатил я завод за 200 блоков что-то там 1300 по моему белорусских рублей договорились что они мне будут делать армопояс верхний армопояс ждал я и ждал ждал я и ждал наверно недели две то ждал и и как оказалось они ушли все в запой на расчет получили там уже еще где что под шабашили и все и бригада там то ли распалась ну короче вот и все на этом блин приключения конкретно с этой бригады закончились инструмент я шпателем зубчатым построил весь дом весь дом построил этим жив зубчатым шпателем кроме двух последних рядов все им делал пришли люди за за неделю все ведра поломали шпатель поломали пилу поломали я весь дом построил инструментом ну вот что значит отношение не твое делай так чтобы побыстрее получить расчеты и все на этот вот я повторюсь весь смысл газобетона при такой стройке до Можно тогда вообще не еще, можно из двухсотки строить, 250 газоблок поставил, и все, потому что, ну, смысл, вот у меня 400 размер газоблока, да, ну, по большому счету, я считаю, что его не нужно утеплять, ну, ветрозащиту какую-то поставил, и все, ну, а зачем его утеплять, у него 400 миллиметров толщина, он пористый материал, он тепло, хорошо будет держать, Но если вы такие швы будете допускать, если на стройке у вас такие работники будут, что они в сантиметр будут шов делать, то там уже без разницы, какой у тебя газоблок, 250 ставь, и 150 утепление, или 100, и все, вот смысл тогда газоблока 400-ки Нанял я людей, ждал тоже их пока освободятся, на производство армопояса, сам я в одиночку бы я не сумел это сделать, или сумел бы, но очень долго делал, а хотел все же армопояс сделать монолитным, а не несколько дней его заливать, там, неделю Дали мне телефон, строители, я их лично не знаю, то есть уже хорошо, уже плюс, дали мне телефон, договорился, тоже долго ждал, недели три ждал, вот простое, простое эти, дождался, все, ребята приехали втроем Те работали там, кто-либо, сначала в пятером, потом в четвером, потом, ну, короче, там по-разному работали, все, покидали, ушли Приехали ребята, три дня, три с половиной дня, они у меня работали, сделали огромный объем работ, я бы сказал, чудовищный, а один бы так не сумел И вот насколько отличается уровень строителя Приехали, все сделали, все, я залазил, все, все понравилось, выставили опалубку, уложили арматуру, все с перехлестами, метр нахлеста, все на вязании, все, как, даже вот не надо было говорить, что на углах не стыкуется арматура Арматура гнется пополам, и все стыки, все нахлест арматуры уходят за углы, то есть на углах только загибы Все, блин, вот залез, посмотрел, вот когда они за первый день выставили опалубку, все, все На второй день они сказали, или два с половиной дня, или три с половиной дня, я уже не помню В общем, выставили опалубку, уложили арматуру, все связали, я залез, вопросов нет Я посмотрел, все, как делал, я с фундаментом, чин-чинарем, как говорится Заказал бетон, ну вот единственное, что они, конечно, наверное, себя перехвалили в чем-то И я предупреждал ребят этих, что бетон очень магазинный, быстро становится Они, не, не, мы успеем, надо было 2,8 куба бетона наверх поднять Я им говорю, что он становится моментально, то есть магазинный, который замешивается на производствах Или в бетонных узлах бетон, в него добавляется пластификатор, он за час, он уже каменный практически становится Нет, все нормально, ну, в общем, дорого бетон обошелся, дорого, доставка что-то очень дорогая То есть бетон с доставкой, 3 куба, 3 куба на всякий случай заказали, 3 куба бетона, 900 рублей обошлось 400 доставка и что-то там 170 за куб, ну, 250 бетон Вылили, все, тут подстелили, баннеры вылили, все, начали они работать Работали, работали, ну, и начал он стыдь, и уже все хуже, хуже, уже ломали Короче, ну, просто, опять же, ну, повезло мне, в принципе, это же я заказчик Вот у меня бетономешалка хорошая, я переделал, потом ее покажу Не китайское говно Трехвазный двигатель, бетономешалка Отламывали куски бетона, но он еще не застывший, но уже такой, слегка, как сказать, подмороженный Вот закидывали бетономешалку, там он размалывался, становился опять жидким И уже тогда его подымали Добавляли они воды, пришлось мне и цемент свой носить Потому что, ну, как это, если воды добавить, уже станет не 250, а 50 Если воды слишком много Ну, в общем, добавляли цемента Ну, вот они отработали у меня с 9, наверное, почти до 8 Где-то около 11 часов Ушли от меня неживые Подымали все ведрами Их, как бы, бригадир основной подымал И два работника внизу Я не знаю Чудовищный объем работ Сделали за день, все, залили, все Как бы, вопросов нет Мне нравится, все ровненько, все по уровню Как они сумели это сделать Насколько у него сил это хватило Чем, что он там употреблял Чтобы работать, ну, все нормально И на следующий день Все, они залили мне И на следующий день приехали Разобрали опалубку Все, что они делали Сняли, выкрутили, раскрутили Все доски моих штабеля сложили Все саморезы, которые потребовались Все выкрутили Все сложили Убрали за собой полностью Вот о чем я говорю Что вот первая строительная бригада Кинула все Балки вложили похабно Мы вложим все балки 59 Сантиметров между балками По итогу Я потом залез 63, 57, 53, 65 Блядь, там черти что Уже без мата Ну, вот так вот Короче, вот имейте ввиду Если много слов Тогда мало толку Судя по всему Связываться вот со знакомыми Это так последнее дело, наверное Ну, надо опять же смотреть Что за знакомый И смотреть его работу Опять же И Бригадир первой бригады Сам не работал Он Знает Все мы разговаривали Все мне понравилось Как говорил человек Спонимающий Но работать он сам не работал А работали наемные У которых он нанял А эти Без мата не скажешь Во-первых, бригаде я сказал Что Не связывайтесь Кто строится Не связывайтесь Со знакомыми Либо Если прям Действительно знаете их работу Качественно Если первая бригада Запросила у меня За метр погонной Армопояса 15 долларов Ну, у них такие расценки То есть они все в долларах Там То вторая бригада Запросила у меня За армопояс 30 рублей Белорусский За погонный метр То есть меньше 10 долларов И я Рад, что Забухала Эта первая бригада И Больше я С их работой Связываться не буду Пускай они там Работают Где хотят Это уже как бы Не мое дело Ну, имейте ввиду Что вот так вот Бывает Казалось бы На словах Много хорошего Там много Профессиональных слов Все правильно Все как бы Все понравилось А по итогу Как всегда Сейчас я занимаюсь Уборкой Уже третий день Поначалу даже Вот настолько Было вот Засрано все От первой строительной Бригады Что вот Не хотелось Я, наверное, месяц В дом не заходил Ну, были и работы Помимо всего прочего Ну, вот я, наверное, месяц В дом не заходил Просто забил на него Блин Пошел он Потом это Надоело Перекид Какое-то эмоциональное Выгорание наступило Из-за вот Похабности Ну, сейчас Большего Начинаю Приходить Как-то В чувства Навожу порядки Вывожу Безбитый газоблок Мусор там Ну, в общем Нормально Вот в таком виде Он у меня Уйдет в дом В зиму Хотел я начать Уже собирать крышу Но Думаю Крышу Не успею полностью Все она сделать А Оставлять ее Под снегом Прямо Чтобы все Весь маурлад Который Доски внахлёст Будут лежать Будут лежать Плесневеть Там Ну Придет весна Все сделаем Какой вердикт Смотрите За рабочими Если Вы их наняли Как бы Вот допустим Супругу взять Она сказала Ой Мне все нравится Ну так она-то Ей нравится Только лишь По той причине Что она Не строитель Она Ну это Откуда она Знает Как правильно Если вы строите Сами Вы Знаете Как правильно Есть же Достаточно На ютубе Информации Достаточно Там все указано Они или работников Стойте рядом Если что-то Не устраивает Либо снимайте Эту бригаду К чертовой матери Либо Определяйте Как нужно Потому что Вот я повторюсь Вертикальные швы В сантиметр Не даже И не Причем там Практически Отсутствует Раствор Там Что-то вроде есть Но да Даже раствор Раствор не заполнен Не заполнил Раствор Эту полость Бери Пистолетом Это С пеной И запенивай Все Такого быть Не должно Шов должен быть 2 миллиметра Есть Конечно же Минусы В геометрии Газоблока Газоблок Может быть С одной стороны Вы сделали Миллиметр Пристыковали А с другой стороны 5 миллиметров Но это не сантиметр Никак не сантиметр Имейте ввиду Надо следить Если рабочие Сразу следом Замазывают швы Надо обратить На это внимание Да даже сверху Можно посмотреть У меня шпатель Не заходит В мои швы Там не шпатель А в их швы Палец Можно засунуть Практически Второй момент Вот нормальные люди Построили Выполнили Заказанный Объем работ За собой Все убрали Я думал Может строительные Бригады Не убирают за собой Ну судя по первой Бригаде Нет пожалуйста Люди приехали Выставили опалубку Залили бетон Потом на следующий день Приехали Сняли всю опалубку Разобрали Все доски Сложили в стеллаже Откуда их взяли И все И уехали А при этом Расчет был Получается С вечера Я рассчитался с ними Вот когда они мне Залили бетон Ну армопояс А на следующий день Они приехали И все убрали Ну блин Вот Приятно Приятно Что ребята молодцы Все сделали Объем Денюшку тоже хорошую Получили Но объем работ Был произведен Очень большой Один Не справишься Это же не Не заливать фундамент На уровне колена Это же На высоте Надо заливать Качество работы Меньше слов Тише Когда много говорят А там была Строя Бригада Болтунов И все Советовали Советовали И по итогу Так как есть Эти не разговаривали Им некогда было Разговаривать Вторая бригада Они работали И не болтали И все сделали Как надо И вопросов к ним Нету вообще никаких А к первой Так это По большому счету Да Если бы еще и стены Кривые были Это можно было Отрубать руки К чертовой матери Чтобы они Вообще Большие Со стройкой Не связывались Пускай бы там Чем-нибудь другим Занимались Я уже Просто потому Что это Два ряда Холодного чердака Это уже Холодный чердак У меня Только лишь Поэтому Все это Осталось Так как есть Иначе бы я Если бы это был дом Я бы Не допускал А ведь Сколько Семей Людей Которые заказывают Вот такие Строительные бригады И они Строят эти дома С такими Огромными Щелями В газоблоке Ну да Вот это потребительское Жилье Я вернусь К своей квартире Когда я Распаковал окно То есть Снял Откосы Разбил Там да Такие же швы были Ну так потребительское Жилье Там же и отопление Не надо носить Дрова Там или еще Как бы И опять же Это так не должно быть Но они так строят У них такие нормы То есть Возможно Такие нормы Должны быть А где же новые нормы Допустим В паспорте Газоблоку Да То есть Ну Подходит Клей газоблочный Для тонкошевной кладки 2 миллиметра Там Как-то так Определение Уже не помню На заказывали мне Клея Пергамила Там типа Надо тебе Там три рулона Обязательно Пергамин Для подложки Там Три рулона Тебе обязательно Надо Меньше Нельзя Никак Там По итогу Два рулона Целых осталось И Половина второго рулона Даже То есть Разрезали рулон пополам Даже часть не смотали А вторая такая часть И осталась То есть Перерасход Вот я Накуплял Этого Строиматериала И Клея Там Мешков 20 купил И по итогу Потом уже находил Начал Когда уборку Производил Уже Мешки находил Там Замороженные Под дождем Отлежавшие Ну Вот так Крайне Негативный опыт С первой Бригады И Удивительно Я думал Все строители Так работают А негативный опыт Почему стал Так Крайне Негативным Потому что Вторая бригада Пришла И сделала Все по-человечески Как нужно И на фоне На контрасте Со второй бригадой Первая оказалась Естественно Я так Когда они Закончили Эту работу Первой бригады Я так не думал Что вот Настолько Мне Это не Не нравится А когда Увидел Хорошую работу Вот тогда Я и понял Что Оказывается Насколько Бездарная Первая бригада Ну В общем Все Вот так Вот дом Уходит у меня В зиму Ничего я делать Не буду Не накрывать Я не хочу Не буду Стены Готовы Центральная Стена готова Стены готовы Потолочные Балки уложены Армопоя Залит Придет весна Маурлат И решил Я хотел сначала Сделать Двускатную Крышу Но Вторая бригада Мне подкинула Идею Говорит А зачем вам Двускатная Делайте лучше Четырехскатную Вальмовую крышу Она будет смотреться Значительно лучше Я уже Вот именно Фронтоны Эти Хотел делать Газоблочные И передумал Действительно Что Эта высота Вот сделать Фронтон Это добавить Еще порядка Трех с половиной Четырех метров Фронтона Сверху Над домом С двух сторон Не Слишком Страшно Высоко Уже Ты находишься На высоте Уже там Не поскачешь Как внизу Потому Буду делать Вальмовую крышу Ну На этом Все